В каждом уголке нашей страны, в каждом городе или кишлаке есть люди, о которых хочется рассказать всем. Ведь человеку важно знать историю своего края, чтобы ничего не исчезло бесследно, чтобы осталась память в наших сердцах о людях, посвятивших жизнь независимой Родине, о людях, совершавших боевые и трудовые подвиги не только в годы войны, но и в мирное время. Одним из таких людей является Эргаш Умаров, мастер участка Центрального ремонтно-механического завода Алмалыкского горно-металлургического комбината. В 2023 году Эргаш Умаров отмечает 60-летний юбилей. Оборачиваясь на прожитые годы, наш юбиляр вспоминает о том, как делал первые шаги в профессии. 40 лет своей трудовой биографии он посвятил Церамзе. За эти годы он получил бесценный опыт работы в разных профессиях, в том числе в качестве шлифовщика, слесаря, начальника слесарно-сборочного участка, мастера участка по ремонту арматуры. Сегодня этот очень добросовестный, преданный своему делу высококлассный специалист, наставник молодежи Центрального ремонтно-механического завода. В эти дни именинник принимает поздравления, но не только от благодарных коллег и учеников, но и ветеранов боевых действий в запасе, вместе с которыми он проходил службу в Афганистане. Накануне славной даты Иргаши Умарова посетили руководитель Алмалыкского городского отделения Республиканского союза ветеранов боевых действий в Афганистане Турмухамад Хайдара и председатель Алмалыкского отделения Республиканской ассоциации воинов, ликвидирующих последствия аварии на Чернобыльской атомной электростанции Александр Ким, которые вручили юбиляру Орден воина-интернационалиста первой степени Комитета воинов-интернационалистов при Совете глав Содружества независимых государств. Кроме того, юбиляру были переданы слова искренних поздравлений и вручены памятные подарки от председателя Совета ветеранов горно-металлургической промышленности Республики Узбекистан Александра Форманова, а также от руководства и профсоюзного комитета предприятия. Иргаш Умаров, в свою очередь, выразил благодарность всем, кто в знак признания его работы прислал поздравления, подчеркнув, что Орден даст юбиляру силы работать лучше и воспитать новых учеников.